видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net геометрия 10 11 класс это насян задание 546 дано один цилиндр получен вращением прямоугольника abcd вокруг прямой а b а другой вращением этого же прямоугольника вокруг прямой bc запишем abcd это прямоугольник рассмотрим его abcd так и пусть в первом случае оба и будет оси вращения во втором случае bc это будут оси вращения при этом получается два цилиндра цилиндр 1 и цилиндр 2 еще у нас там в пункте b сказано что а.б. равно а а.б.c. равно b и нам нужно в пункте а нужно доказать что площади боковой поверхности этих цилиндров равны тогда запишем так с боковой поверхности 1 равна с боковой поверхности 2 то есть второго цилиндра и в так ну давайте обозначим а.б. это у нас а.б. это у нас а.б. а.б. и нам нужно найти отношение площадей полных поверхностей этих цилиндров то есть с полной поверхностей первого цилиндра к с полной поверхности второго цилиндра Так, ну давайте обозначим АВ, это у нас АВС, это В, и теперь рассмотрим два цилиндра. Цилиндр номер один, первый цилиндр, цилиндр, он получен, когда АВ является осью вращения. Итак, наш прямоугольник вращается вокруг прямой АВ, тогда радиусом будет ВС или В, так, а высоту этого цилиндра тогда будет СД, СД это у нас А, значит вот так. Да, давайте сразу рассмотрим и второй цилиндр, он получен, цилиндр, получен, когда осью вращения является ВС, ось вращения. Значит, наш прямоугольник вращается вокруг прямой ВС, тогда радиусом является его сторона АВ, АВ это А, а высотой цилиндра тогда будет АД, АД это В, АД будет образующая цилиндра и будет равна В. А теперь приступим к доказательству в пункте А. Для того, чтобы нам доказать равенство боковых поверхностей, мы их вычислим. Площадь боковой поверхности первого цилиндра будет равна, воспользуемся формулой, 2πr умножить на h, тогда это будет равно 2π, r это В, h это А, 2π, В на А. А теперь вычислим площадь боковой поверхности второго цилиндра, она будет равна тоже 2πr, 2πr, h, и это будет равно 2π, r это А, h это В. Как видим, площадь боковой поверхности первого цилиндра равна площади боковой поверхности второго цилиндра, что и требовалось доказать в пункте А. Пункт В. А теперь нам нужно найти отношение полных поверхностей этих цилиндров. Площадь полной поверхности цилиндра складывается из двух площадей оснований этого цилиндра и плюс площадь боковой поверхности. Ну, давайте поставим единички, потому что речь идет у нас о первом цилиндре. Тогда это будет равно 2 умножить, площадь основания это площадь круга, πr квадрат, значит это будет π, и умножить на r квадрат, значит на b в квадрате, и плюс 2πAB, это площадь боковой поверхности, которую мы находили. Так, тогда отсюда мы вынесем 2πB за скобку, вынесем, в скобке останется b плюс а. Теперь точно так же мы определим площадь полной, это мы для первого цилиндра нашли, а теперь площадь полной поверхности второго цилиндра вычислим точно так же. Это 2 площади основания, давайте сразу напишем, площадь круга это πr квадрат, Радиус у нас равен а, значит πа квадрат, и плюс боковая поверхность 2πAB. А теперь преобразуем это выражение, мы вынесем за скобку 2π, и а можем вынести, в скобках останется а плюс b. А вот теперь нам нужно найти отношение, тогда мы запишем, что площадь полной поверхности первого цилиндра относится к площади полной поверхности второго цилиндра, как 2πB умножить на b плюс а, и в знаменателе запишем площадь полной поверхности второго цилиндра, 2πA на а плюс b. 2π и 2π можно сократить, b плюс а, это все равно, что а плюс b, и тогда у нас остается b делить на а, и это есть отношение площадей полной поверхности полученных цилиндров. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.